шалом уважаемые дамы и господа с вами раввин алекс артовский марина роща москва написано в торе что после рождения сына на восьмой день обрежьте его крайнюю плод в свое время римский наместник задал вопрос великому рабе о киеве почему ваш всевышний создал такой несовершенный мир по идее все творения его должны быть совершенно и здесь кто-то рождается его нужно сразу обрезать рабе киева сказал ему когда бог создавал мир после каждого дня творения он говорил китов то есть в его очах это было хорошо но после создания человека не было сказано слово хорошо и объясняет наши мудрецы что человек был создан несовершенно а точнее он был создан для того чтобы усовершенствовать весь мир обрезание это символ начала человеческого пути по этому миру он совершенствует он заканчивает то что начал всевышний например он преобразовывает природу он делает ее хорошей и приспособленной для человека обратите внимание все что создал бог мы как люди не можем вот так вот сразу использовать точнее мы не привыкли мы не хотим возвращаться в каменный век и и кушать траву и кушать плоды деревьев прямо вот так вот не преобразовывая их мы снимаем где-то шкурку мы где-то преобразовываем варим мы готовим себе одежду не ходим в тряпках в лохмотьях в набедренных повязках мы шьем мы продвигаемся мир идет вперед человек компаньон бога в этом мире он способствует усовершенствованию и приукрашивает этот мир и поэтому бог выбирает авраама и все его потомство и до сегодняшнего дня мы потомки авраама и цхака якова мы делаем обрезание сегодня во многих цивилизованных странах врачи советуют родителям обрезать сыновей буквально в первые дни их рождения в книге таилим написано ибо за тебя умирали мы каждый день многие мудрецы говорят что это намек на заповедь обрезания когда-то в древние времена обрезаться это было не так просто как сегодня это угрожало жизни ребенка и действительно было много нехороших исходов к этому прибавлялась еще опасность со стороны тех народов той власти под которой мы жили очень многие были против этого даже возьмите совсем недавние времена коммунистов начало приходок власти коммунистов они настолько противились этой церемонии что многих раввинов которые способствовали обрезанию просто расстреливали и поэтому написано ибо за тебя умирали мы каждый день я всегда на уроках привожу пример когда гладиаторы шли на вот эту арену и они приветствовали цезаря который присутствовал на этих всех боях и они говорили ему идущие на смерть приветствует тебя несмотря на то что эта процедура сегодня простая безопасная этим занимаются специалисты высочайшего уровня делают обрезание люди которые проходят специальные курсы экзамены мы которые празднуем обрезание наших детей наших внуков люди которые делают обрезание уже не в возрасте детском они испытывают чувство или во всяком случае пусть постарается испытывать чувство что они продолжают путь тех кто шли и приветствовали всевышнего и говорили за тебя умираем и каждый день идущие на смерть приветствуют тебя потому что они прошли тяжелейший путь и действительно им угрожала опасность со всех сторон нам сегодня слава богу ничего не угрожает мы освещаем имя всевышнего мы заключаем с ним величайший договор называется брит мила союз обрезанием и пусть вышли благословить всех тех которые продолжают путь наших отцов мы освещаем имя всевышнего мы усиливаем связь с ним ибо обрезание она раскрывает канал без обрезания этот канал может быть закрыт всю жизнь сейчас всевышний с нами не случайно именно обрезание это первая митва которая была сказана нашему про отцу аврааму еще до дарования торы поэтому именно обрезание является символом и началом связи с богом началом удачи началом благословения маленький ребенок которому 8 дней 8 это цифра которая над сознанием человека потому что 7 это параметры этого мира 7 это природа а вот 8 это выше природы поэтому человек который приходит обрезание позже он может начать всю свою жизнь нового листа он символ этого мальчика он возвращается к чистоте и непорочность когда он был еще ребенком это шанс и и он есть у каждого шалом шалом шалом